Это Тюма, мы подружим дальше с нашим следующим гостем. Никита Патураев к нам присоединяется. Никита Патураев, народный депутат Украины, глава комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики. Никита, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот как вы считаете, вот вся вот эта критика, которая в последнее время так обрушилась, в том числе и со стороны тех же пропагандистов, мы слышали, прежде всего, на Минобороны, на командующих. Вот это такой вот, кстати, и провалок с мобилизацией, вспомнит уже Симонян, которая там что-то говорила по этому поводу. Это вот такая вот разнарядка сверху пришла? Или они вот как-то пытаются уже, чувствуя настроение наверху, вот самим как-то лавировать и, что называется, искать вот этих вот крайних в этих поражениях? Нет-нет, вы правы в своем первом предположении. Дело в том, что Россия – это жестко, вертикально интегрированная, построенная такая конструкция. Это не значит, что она устойчивая, это не значит, что она очень хорошо сделана, санструирована, но это просто данность. Поэтому, конечно же, это указание сверху, безусловно. Там только так распространяются сигналы и коммуникационные, и управленческие, и любые. И, разумеется, это сделано потому, что необходимо срочно, любым образом, от фюрера, значит, в негатив переключать на, ну, на кого угодно. На военкомов, на генералов, на офицеров, на министерства, и там их сотрудников, и министров. В общем, кто угодно должен быть виноват, кроме вождя, кроме фюрера. Ну, собственно, напомним зрителям, что фюрер, в общем, и есть вождь, только на немецком. Так что, в общем, их замысел понять. Нет, нет, конечно, это, безусловно, связано с экономикой, с общим состоянием финансов в так называемой Российской Федерации. И для нас это очень хороший сигнал, потому что, в общем, мы, и не только мы, но и наши западные союзники, мы же не до конца представляем себе ситуацию в России, в российской экономике конкретно, да, и в российском финансовом секторе, в частности. То есть, что-то мы знаем, безусловно, и мы там можем строить некоторые прогнозы, корректные достаточно, но некоторые вещи остаются для нас, в общем, закрытыми, по понятным причинам, потому что они, в общем, секретят, да. И вот такие сигналы, они как раз свидетельствуют о том, что там уже все-таки начали нарастать проблемы серьезные, потому что, ну, такого типа режимы они на пропаганде стараются неэкономить. Скоро они начали экономить на пропаганде, значит, дела у них идут уже действительно нехорошо. Мягко сказано. Да, но вот учитывая вот такие суммы в Рязани, все-таки, да, можно вспомнить, что тот же Первый канал, он многие годы заканчивал свой год с чудовищными просто какими-то там потерями финансовыми, то есть, несмотря на это, там Константин Эрст постоянно получал дотации миллиардные от государства, вот, но понятно, что теперь в этих условиях никаких дотациях речи идти не будет, то есть, как будет вот ужиматься, то есть, будут сокращения, там, я не знаю, возможно, что-то там кого-то уберут, там, звезды, опять-таки, тоже многие поуходили, может, за счет этого экономика как раз можно будет как-то наладить? Я предполагаю, что на пропаганде они будут экономить в последнюю очередь, то есть, на вот этих вот преступниках военных, ну, точно таких же, как и те, которые непосредственно убивали украинцев в наших временно оккупированных городах и селах, ну, такие люди, как Марганита Симоньян, как Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Скобеева и все прочие, да, это военные преступники, и они на них не будут экономить, ну, я с высокой степенью вероятности предполагаю, что уж на эти программы они деньги будут приезжать в самую последнюю очередь, и на гонорары, эти кровавые гонорары этим вот негодяям и, в общем, подстрекателям к массовым убийствам тоже деньги вырезать не будут, то есть, они будут жировать до последнего, ну, жировать, естественно, за счет простых россиян, как они жировали все эти годы. А что будут сокращать? Ну, как бывший телевизионщик, могу предположить, что сокращать они будут развлекательный сегмент, будут, наверное, снимать меньше сериалов, это дорогая штука, и они, в общем, в них вкладывали существенные деньги, будут меньше снимать развлекательных шоу, и, коль скоро дело пойдет именно так, это тоже для нас хорошая новость, потому что, ну, пропагандой, грубо говоря, жив не будешь, да, пропаганда имеет тенденцию остачертевать до последней степени. Но, еще раз, логика режима российского такова, что как раз вот пропаганда будет там до последнего себя прекрасно чувствовать. А вот то, что они начнут экономить на развлекательном телевидении, это прекрасно, то есть зритель просто будет тихонечко звереть, да, значит, и от того, что холодильник пустеет, и от того, что даже на телевизор невозможно отвлечься, а одним, еще раз, одним Соловьевым и там Скобеевой, Киселевым не насытишься, если это можно назвать, конечно, духовно, потому что это очень, в общем-то, такое смешное слово относительно российского телевидения. Но, в общем, это тоже для нас хорошо, это хорошо. Интересная история там с Первым каналом, про властные, Константин Эрнст у руля. Но Ургант первый вот уходит, потом якобы этот протест Овсянниковой, там, знатоки, что где, когда высказывались против, Эрнста даже внесли в список, каких-то там, в черный список деятелей культуры. Но если по Урганту, в принципе, понятно, то вот Овсянникова и Эрнст, ну, неоднозначная такая история. Действительно ли среди медийщиков, среди людей, которые работают в этой сфере, они тоже уже начинают что-то понимать и тоже как бы не хотят уже в этой пропаганде участвовать? Или это все-таки тоже вот история с Овсянниковой и Эрнстом, это замыливание глаз? Те, кто хотел, или точнее те, кто не мог с этим смириться и не хотел в этом участвовать, они свой выбор сделали, как мне представляется, причем не 24 февраля, а не 25, а сделали его раньше. Все остальные работают и будут работать, оправдывая. Ну, человек вообще может найти много оправданий для своего неблаговидного поведения. Мы знаем, что и охранники в концлагерях находили оправдания в немецких лагерях для того, что они делали. Я думаю, что и те, которые, те люди, которые охраняют наших военнопленных и спокойно следят за тем, как, наблюдают, точнее говоря, как наших военнопленных пытают, морят голодом, убивают, как было в Олэнефте, в Еленовке. Они тоже ведь думают, что, ну, да, вот работу я выполняю такую. Но бог с ними, с охранниками в концлагерях, в конце концов. Напомним также зрителям о том, что газета там «Фелькишер Беобахтер» выходила до последних дней существования Третьего Рейха или, скажем, вот эти вот киножурналы «Ди Дойче» и «Охеншау» тоже, в общем, снимались и показывались уже даже в таких, в общем-то, в подвалах, где-то там, в бомбоубежищах, тоже, в общем, практически до последних дней существования нацистской Германии. Так что будут они там работать, будут получать эти грязные пропагандистские рубли, неважно даже кто. Ну, то есть кто-то огромные там миллионы рублей, как негодяи наверху и негодяйки, а кто-то, ну, какие-то там подачки. Да, в общем, неплохо платят, надо напомнить зрителям, что, ну, если нас там кто-то смотрит в России, то не худо было бы этим людям знать, что, в общем, за их деньги содержатся все эти люди. Это не только звезды, которые, ну, вообще, там, укупаются, так сказать, в роскоши, но и рядовые сотрудники этих пропагандистских СМИ получают вполне пристойные деньги, если так сравнить с обычным россиянином. Ну, то есть там не средняя зарплата, знаете ли, даже не средняя по Москве, там хорошие деньги. И тут можно вспомнить, знаете, старый советский фильм, что вы можете сделать за деньги. За деньги я могу сделать все. Ну, разумеется, это не относится к нам. То есть мы все-таки научились. Не хочу как-то, знаете, возвеличивать нас, граждан Украины, но, в общем, мы научились идти на жертв. У нас не все измеряется в деньгах. А россияне, к сожалению, ну, вот, не хотелось бы, чтобы, может быть, вы потеряли там какую-то часть аудитории. Я знаю, что вас в России смотрят. Но нельзя не сказать людям эту неприятную правду. Ну, в общем, слишком много они меряют материальными мерилами, финансовыми. Так нельзя жить. Ну, собственно, такая жизнь и приводит к тому, что там сейчас происходит. Участие страны, ну, точнее, не то, что участие, а, в общем, то, что их страна совершает военные преступления ежедневно, то, что ее граждане совершают военные преступления ежедневно. И то, что им сейчас прилетело в виде этой могилизации, ну, это, в общем, расплата за то, что только о деньгах думали. Ну, или там преимущественно о деньгах. Спасибо, Никита. Никита Патураев, народный депутат Украины, глава комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики был с нами. Мы общались о ситуации с пропагандой в России. Спасибо вам, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok